Драники с мочанкой, старинное блюдо белорусской кухни. Драники, оладьи из картофеля. Мочанка, своеобразный соус, как дополнение к драникам. Блюдо очень сытное, достаточно жирное и вкусное. Готовятся драники с мочанкой очень просто. Мочанка, происходит от слова «макать». Рецептов этого соуса немало. Есть чисто мясная мочанка из колбасных изделий и сала. А есть молочная из творога со сметаной. Я предлагаю нечто среднее. Сразу скажу, блюдо очень калорийное и с точки зрения современных тенденций, не очень полезное. Но если вы его любите, то изредка можно себе позволить. Картофель, две штуки. Лук репчатый, две штуки. Яйцо куриное, одна штука. Мука пшеничная, один столовая ложка. Подсолнечное масло, 40 миллилитров. Свиная грудинка, 100 грамм. Сало свиное, 70 грамм. Сметана, три столовые ложки. Соль, по вкусу. Количество порций, 2-3. Подготовьте ингредиенты для приготовления драников с мочанкой. Готовим драники. Картофель и одну луковицу очистите и помойте. И то и другое натрите на самой мелкой терке или измельчите в блендере до консистенции кашицы. Выложите в дуршлаг и хорошо отожмите от сока с помощью ложки. После переложите в миску. Добавьте столовую ложку сметаны. Затем куриное яйцо. Добавьте 2-3 щепотки соли и перемешайте. Насыпьте столовую ложку муки с горкой. Перемешайте все ингредиенты с мукой. Должна получиться густая масса. На хорошо разогретую сковороду с рафинированным подсолнечным маслом столовой ложкой выкладывайте тесто. Жарьте с обеих сторон до золотистого цвета. А теперь приступим к изготовлению мочанки. Свиное сало и грудинку мелко нарежьте и выложите в сковороду. Одну луковицу очистите, помойте и мелко нарежьте. Добавьте в сковороду с грудинкой и салом. Жарьте на огне чуть ниже среднего 25-30 минут, периодически перемешивая. Грудинка с луком должны поджариться, а сало растопится. Охладите содержимое сковородки и после добавьте 2 столовые ложки вы и ложки сметаны. Посолите по вкусу и перемешайте. Мочанка готова. Драники с мочанкой подавайте на обед или ужин. Приятного аппетита.